Привет, с вами Андрей, у нас Выживание в Подземелье, вторая часть, Легенды о Колоссе. Давайте заберем, собственно, в магазине то, что мы можем забрать за золото. Это, собственно, слиток, это не то. Вот, собственно, еще слитки забираем, вот этой слитки забираем. Забираем книгу опыта, это у нас за кристаллы, книга опыта начальная не актуальна. И, собственно, за золото Блэйка забираем, Уайда и не сможем забрать, поэтому не трогаем его. Забрали какую-то часть, собственно, розыска нам пока, ну, нет смысла пробивать. Поэтому давайте вместе с вами, ну, просто она сейчас перенеслась, нам подсказывают то, что у нас все открылось, тут взлетатель, бла-бла-бла и так далее. Давайте в текущем выпуске будем исследовать, собственно, бессмертный, так называемый, 3-4, городной. Нам подсказывают то, что нам дадут ядро, соответственно, ядро это будет свежий колосс. Тут рекомендуем уровень 25-26, опыт лорда 1000, у нас здесь и 200%, соответственно, это около пары тысяч, может быть. Собственно, давайте попробуем, тут всего лишь два этажа. У нас дерево, собственно, можем пробивать. Нам говорят то, что наши ребята выше уровня локации, поэтому бла-бла-бла, ну, нам это особо не важно. У нас спринтер включился. Мы проверили варда, должны вытащить его сейчас же, охрана герцога скоро придет. Пускай приползает, активируем собственное устройство, активируем желтый свет, это у нас атака. Забираем атаку. Мы сходу колоссу нашли. Герцог, мы уже давно ждем вас, уважаемые гости далека. Вы будете иметь честь и осветить всемоверочайшего научного достижения города. На сегодняшний день идеальное сочетание гигантского смертоносного. Никакая магия перед этим не устоит. Смертоносное убийство, бесконечная энергия, удивительно. Вы тупые олухи, не можете понять его силу. Герцог манипулирует пультом дистанционного управления в своей руке, гигантская черная тень. Падает с неба, группа вовремя избегает ускорительной атаки. То есть вибрации, вызванные в этом месте, они едва устояли на месте. Мы деремся с колоссом, судя по всему. Давайте посмотрим, что это за чудо. Да, это колосс. Вот, собственно, колосс, что он будет из себя представлять. На самом деле, по сути, он бесполезный колосс. У него всего лишь 2000 хп. У колосса универсальная защита, то есть бить его можно чем угодно. Давайте посмотрим, бьет ли он по площади сам колосс. В первом ряду случайная цель, все враги и только себе. Ну, в принципе, можно гард на всех дать щиты. Посмотрим. Начинаем раздамаживать колосса. У него 2000, в принципе, не особо много. В идеале дать ему стан. Не знаю, он, скорее всего, стан на него не пройдет. Поэтому не будем особо заморачиваться. Яд на него прошел. Даем гард себе. Посмотрим, что челы будут делать. Ударил о нас. Первую позицию. Пробуем добить. Добили. Полторы тысячи, и тело закончилось. Ситуация не совсем хорошая. Давайте возьмем Доктора и убежим, пока монстр снизу. Герцог Хаксли. Бегите, бегите, жалкие трусы. Это самое мощное оружие, он непобедим. Как бы вы ни боролись с ним, в конце концов, обратит вас в пепел. Смешно. Кто еще кого превратит в пепел? Собственно, напали опять на вертолет. Давайте его потушим. Как вы помните, он не особо сильный. В текущей локации металлические ребята. То есть, их бить электричеством надо. Опять же, голем. Куда теперь бежать? Разбейте их всех. Опять напали на это чудо металлическое. То же самое, да? То есть, тоже 200. Нет, тут уже побольше хп. Обратите внимание, 5000. Ну, тут, в принципе, все одно и то же. Мы с ним уже дрались, поэтому давайте его по-быстрому хлопнем, чтобы он тут не отсвечивал. Гард. Посмотрим. Да, больно, но не критично. Собственно, выпилили этого чудо-колосса. Не дайте им скрыться. Собственно, вы портал открыли, мы можем уже уходить. Но давайте доисследуем на конца этаж полностью. Вертолетик. Давайте его ушлепнем. Мы вроде атаку активировали. Атаку чувствую, что урона стало меньше. Но это из-за того, что ребята поглощают урон, они являются механизмами. Механизмы против физ. урона как раз стоят. Но в этом вопросе они лучше защищены. Давайте еще одного вертолета шлепнем. Собственно, вертолет закончился. Склянка-банка. Переходим. Еще один вертолет. Давайте его потушим. На самом деле, голем очень слабый. Если будет этот голем, то на него нет смысла вообще ничего тратить. Он бьет электричеством. Да, он эффективен. Собственно, 100% можно переходить. Желтая сила закончилась. Давайте ее еще раз возьмем. Активируем сразу желтую силу. Там собственно еще два. Это у нас получается броня и уклонение для вас и ваших врагов. Броню я рекомендую ставить, потому что враги тоже толще станут. Собственно, как вы видите, заблокировано что-то. Отбейте смертоносное что-то там. Ну, очень много вертолетов. А, кстати, это последний этаж, поэтому мы можем активировать все бафы, которые сможем найти. Поэтому давайте это сделаем. Активируем бафы. У нас единственный баф, пока на уклонение идет. Активируем его. Собственно, механизм. Давайте его активируем. Куда теперь бежать? Разбейте их всех. Опять же, против этого металлического. Давайте его уберем по-быстрому, чтобы он не отсвечивал здесь. Кидаем на него яд. Даем гард. Это металлический бьет нас. и сейчас, собственно, он закончится на следующем ходу. Самое интересное, что мы не критуем. это, в принципе, не аут, собственно, или состояние переключения он перешел. Ну, и сейчас, собственно, переключится в груду металлолома. Не дайте им скрыться, собственно, что-то там у них где-то открылось. по крайней мере, нам об этом оповещают. У нас, собственно, жирненькие. Это у нас две звезды. В принципе, можно вообще в идеале колоссом шлепнуть. Давайте шлепнем колоссом. У нас ядовик. Собственно, удар ядом будет. То есть, минус задники, а у нас передний остался стоять. начинаем расстреливать этого. Усталость металла. Это говорит о том, что он блокирует физурон. То есть, мы чем больше его бьем физурон, обратите внимание, у него защита. А, смотрите, она наоборот поднимается. да вам же хана, ребята. Убери. Обратить мани аж плюс 6, собственно, плюс 5 урон. То есть, чем чаще ты его бьешь физой, тем больше на него урон проходит физой. На самом деле, очень детский сад. Сделано, видимо, для убийства. Пистолет теслы, кстати говоря, который у нас тоже присутствует в данный момент но он присутствует у собственно Изольды. Враг силен нам говорят, что это 3 звезды то есть это лидер судя по всему 4000 используем колосс убрали задников даем гард а посмотрим вертолет у нас собственно уязвим к электричеству и слабо уязвим к физе давайте его начнем пробивать физой кинем ему еще яд сверху ну и слегка раздамажим подождем немножко он собственно закончился вертолет закончился отлично забираем собственно награду нам что-то открыли давайте это заберем собственно еще один переключатель судя по всему куда теперь бежать разбейте их всех ну и опять же очередной типа босс босс на самом деле он слишком жидкий для босса давайте его по-быстрому уберем за два раунда собственно разобрали этого рельсу металлическую не дайте им скрыться давайте активируем переключатель у нас собственно 90% уже то есть давайте посмотрим где у нас что еще можно активировать у нас внизу можно что-то активировать давайте пробежим туда активируем вам некуда бежать как я говорил вы просто кучка жалких мышей даже если вы убежите все равно найду и убью вас это судьба собственно ну я думаю мы сначала посмотрим что этот хаксли на самом деле наверное даже опаснее будет чем этот король пауков пробитие уклонение мгновенное пробуждение паука ясно то есть это чудо бафает вот это чудо восьмитысячное на самом деле вот этот колосс посильнее даже будет восьмитысячное ну что я могу сказать наша задача уничтожить вот это вот двухтысячное чудо как можно быстрее чтобы он его не бафал поэтому начинаем насаживать его по быстрому если я правильно понял он его не может призвать один второго а сам собственно колосс для нас будет безопасен на самом деле колосс очень слабый он бьет чисто электричеством то есть если вот это вот колосс то он по сути бьет электричеством случайная цель оглушает урон опять электричеством и только себе защита ну бесполезный колосс посмотрим что он когда возможно переквалифицируется на что то другое давайте ему дадим метку а мы не можем метку ему дать мы еще не стреляли усиливаем сейчас мы будем стрелять усиливаем удар но он нам ничего не сделает потому что у нас иммунитет стоит даем ему щит и собственно она стреляет тысяча слабоват конечно он пытается лазером стрелять по всем врагам но давайте ему стан дадим он устойчив к станам бесполезное это решение было ну он минус 800 но это жалкий ты слишком жалкий ты слишком жалкий можем стрелять полторы тысячи неплохо кидаем яд хотя лучше давайте бронелом кинем гард он он получается на себя кидает в оборонительную стойку он меньше урона будет получать потом случайную церк с парализацией будет закидываем ядом тело в любом случае упадет все боссы падают от тикающего урона вот этого никуда не деться как бы они у него возвратка судя по всему стоит ну собственно весь босс ха-ха это бесполезно он скоро починит и вы будете вновь раздавлены неужели это монстр нельзя уничтожить если мы так пойдем дальше нас всех убьют я прикрою если вы выберетесь из башни в этот момент появляется блэкс королевский магический миллионов используя волшебную волну группы считает среди густого дыма ядровое уничтожение появилось мы собственно пробили сто процентов можем выходить плюс пятьсот опыта и просто какие-то предметы выпали в облах прикольно собственно нам подсказывает то что у нас в то время как Шарлотбергия воюет против герцога внутри столичного ордена зала Талевская гвардия командор стражники патрулирующий порт только что обнаружили тяжело раненого священника Филию но командора Лилова Лерова и остальных нигде не было видно так как ситуация весьма срочная решаю приехать и доложить вам об этом хорошо это хаос хорошо я вижу сопроводите его обратно в столицу на лечение мне тоже есть о чем у него спросить да хаос как я и ожидал Леров попал в беду а теперь Эдман бежал никто в ордене больше не смеет мне приказывать позднее несколько дней в столичном ордене в орденском зале Филия заместитель командора хаоса господин Леров подвергся нападению неизвестно оказался в ловушке внутри пещеры пожалуйста отдайте приказ пошлите войска чтобы спасти его какое чудовище могло подвергнуть опасности нашего блестящего могущественного Лерова вы оставили Лерова и бежали Филия довольно неожиданно но мы совсем не готовы и я никогда не увидел таких вещей не увидела скорее всего она женщина судя по внешнему виду судя по груди Леров упорно боролся на то что я вернулся вернулась это женщина обратилась за помощью это женщина опять же хорошо если только что вы говорите правда пошло несколько дней Леров уже должен быть должен был умереть если он не справился то и там от нас будет никакой пользы вам лучше проразмысленность способности защитить командора говорит Хаус Филия командор в опасности а вы ничего не а вы решили ничего не делать Хаус вопрос решен вы должны подумать как объяснить это королю и ордену несколько дней спустя город Вайхала раненая Филия возвращается в город сообщает лорд о следующей ситуации просит о помощи тем временем Шарлотт и остальные вернулись в город лорд немедленно посылает команду во главе с Филией чтобы спасти командора Лерова Шарлотт команда готова теперь мы можем идти меня зовут Шарлотт и я отвечаю за оборону команды командор Леров мой самый уважаемый наставник ясно Леров часто упоминал вас как самого лучшего ученика но это знаете чрезвычайно опасно даже Леров в опасности мы не добьемся успеха просто применяя сил хотя мы мало что знаем об этих ужасных врагах но то что они любят оставаться в темноте и боятся святого святого света это точно поэтому мы должны направляться на болото в южной части континента и найти легендарного колосса света вау класс легендарный колосс света это будет шикарно но судя по всему тут наверное на каждую стихию колосс вот у нас получается есть дерево ядовитое есть электрические и вот собственно световой будет возможно еще кровотечение колосс будет будет прикольно эдди свет эльфа я знаю что это упоминается в древних книгах но никто не видел его раньше это легенда но если мы сможем получить помощь такого количества это вполне стоит усилий ситуация достаточно срочная давайте отправимся на болото я как пионер как всегда арена арена разблокирована где наемники вместе с другими лордами ждут вызова давайте нажмем посмотрим межсезонья билеты строения защита атака лавка собственно за билеты арена можно все покупать ранг и отчет ну это собственно отчеты регистрации это мы не зарегистрировались понятно арена у нас собственно активировалась у нас что-то ковка открылась теперь мы что-то ковать можем судя по всему непонятно пока что но с этим будем позже разбираться так у нас также собственно доступно новый персонаж судя по всему это эдди мак мак это хорошо по крайней мере у нас будет огонь она у нас огненная скорее всего да да у нас она огненная тем самым у нас есть огонь это хорошо также у нас есть колосс судя по всему свеженький да у нас есть колосс механический ну конечно же мы его наймем я сказал наймем у нас особого варианта выбора нету давайте посмотрим он собственно электрический да ну да это судя по всему электрический колосс при атаке при атаке моллюске есть шанс проявить время ждания всех его навыков ха-ха это такой детский сад а кровотечение ну такой спорный на самом деле колосс если честно но опять же прокачать мы его прокачаем посмотрим насколько он там никчемен в целом а дальше уже будем посмотреть собственно молния 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 коготь давайте кровать ну опять же кровоточкой у нас никто не бьет поэтому это бесполезно для нас ну то что бафает крит удар это конечно хорошо но опять же обратите внимание ничего не изменилось смысл бафать его если ничего не меняется вот обратите внимание ни хрена не поменял давайте посмотрим еще плюс один уровень а ну тут уже крит удар немножко повысился прогресс ну и вот тут опять же чуть повысился ну вот паутина даже не на счета но у нас просто нет этих моллюски на самом деле бесполезные это судя по всему тоже нужны камни да кто бы сомневался также ратуши у нас активно собственно забираем стива осколки у нас собственно нас отправляют в болото а я также получил шерил у меня она присутствует я ее открыл вообще по персоналу чтобы вы имели представление вот эту white я получил в награду за ну собственно в магазине купил так же как и собственная стена это я квест получил вот эту мы только что открыли изоленту по ежедневной задании шерил по ну собственно по достижениям открыли но этот к нам сам присоединился по ежедневному заданию все остальные в принципе я думаю вы и так знаете какие-то предметы мы собственно получили но я думаю не сильно критичны они их надо будет посмотреть потом опять же тесла сомнительная у нас сильнее просто снаряжение поэтому тесла для нас она бесполезна ну единственное можно будет ее передать дальше давайте посмотрим у нас собственно активировалось туманное болото так же как и городной повтор активировалось 22 этаж туманное болото у нас 30 уровня идет уже то есть ребята с 30 уровня могут пинать и собственно до 37 если я правильно понял на болоте там не написано интересно чем бить не написано тут нужно Вилсон и Мития какая-то не написано чем бить а здесь а здесь не написано ну собственно здесь даже стальные шерсти ценный ресурс печать воина и собственно вот эти рубины которых постоянно нам не хватает но 5 этажей это откровенно много но все-таки ну что неплохо мы в целом открыли арену можно будет ее посмотреть потом как-нибудь также открыли кузницу два вот эту ковку непонятно что она вообще из себя представляет также мы открыли собственно на лечилке еще два этих изменения и собственно изучение если черт не хватает можно изучить их дополнительно вот еще судя по всему на 4.1 будет кузнец улучшение дальше вот собственно пробуждение не знаю что это такое возможно мы скорее всего если я прокачаю мы в следующей серии вместе с вами пробежим на 4.1 если я смогу прокачаться на 30 плюс уровень у нас правда ребята уже 30 плюс основная группа посмотрим сможет ли потянуть вообще основная группа это в общем как-то так ладно всем спасибо за просмотр с вами был Андрей